Всем привет, друзья! С вами Артём и киберспортивный магазин ForFrag. Вот и настал тот день, когда мы с вами посмотрим на новые микрофоны HyperX. В данном видео мы рассмотрим всю линейку и попробуем решить, кому и какой микрофон подойдёт. По старой традиции, весь обзор будет озвучен на данные микрофоны. Снизу с лева будет приписка, на какой именно микрофон ведётся запись в данный момент. Погнали! Итак, теперь у HyperX имеется три микрофона. Так скажем, старый квадкаст, новый квадкаст S и соло каст. Давайте сразу разберёмся с квадкастами. Итак, чем же отличаются квадкаст и квадкаст S? Да-да-да, главным отличием является RGB-подсветка в микрофоне с припиской S. Однако сюда же можно добавить некоторые дизайнерские изменения, и теперь микрофон подключается не по мини-USB, а по USB Type-C. В целом, если вы смотрели мой обзор на стандартный квадкаст, читайте, вы всё знаете про эти микрофоны. А если не смотрели, в правом верхнем углу появилась подсказочка, и также я добавлю ссылочку в описании. Тот обзор актуальности не потерял. Квадкаст за это время завоевал сердца многих геймеров. Им пользуется огромное количество стримеров, да и в этом нет ничего удивительного. Да-да, многие скажут, так там многомиллиардные контракты со стримерами, мол, им заплатили триллион, они и пользуются. Но поверьте мне, стримеры не юзали бы, мягко скажем, плохой микрофон даже за доллары, ибо их контент – это их хлеб. В любом случае, хейтерам ничего не докажешь, хейтерс гонна хейт. Микрофон полностью удовлетворяет потребности медиа-криэйтора. Стримы, видосы, озвучки, любительская запись музыкальных инструментов, интервью, общение – всё это можно делать с помощью квадкаста. Этому ещё способствуют четыре режима направленности микрофона, которые были в обычном квадкасте и по-прежнему присутствуют в новом. Они могут писать в двунаправленном режиме, в кардиоидном, вовсенаправленном и в режиме стерео. Хотя по секрету скажу, большинство юзают именно кардиоидный режим и горе не знают. Однако мой мини-лайфхак спустя более года пользования квадкастом. У кого квадкаст, пробуйте писать в стерео режиме, так звук получается почище и поинтереснее, ну на мой взгляд. И часто на стримах спрашивали, а как так ты настроил квадкаст? Просто стерео режим. Конструкция квадкастов осталась прежней. Тут всё так же из коробки идёт паук, который гасит вибрации, регулировка чувствительности снизу и киллер фича сверху. Дал микрофону по шапке и он замьютился. Тема годная, я бы даже сказал очень. Мои выводы по данным микрофонам следующие. Отличаются микрофоны фактически только внешним видом. Поэтому если вы готовы переплатить за визуальную составляющую вашего сетапа, стоит присмотреться к квадкаст S. В ином же случае можно рассматривать обычный квадкаст. Разницы в качестве звука я не заметил. Оба микрофона звучат достойно. Полноценный обзор на квадкаст S делать смысла нет. Посмотрите обзор на обычный квадкаст по ссылке в описании, добавьте RGB и, как говорится, плов готов. Теперь переходим к полноценной новинке. Соло каст. Соло каст это бюджетная версия квадкаста, из которой убрали всё то, чем редко пользуется народ. Но чуток, конечно, залезли и на нужное. Лично мне хотелось бы, чтобы оставили хотя бы встроенный поп-фильтр. Это поролон внутри микрофона. В квадкастах он есть, как раз через него осуществляется подсветка. В соло касте внутри поролона нет, поэтому говорить прямо в микрофон я не советую. Сам соло каст это миниатюрный микрофон. Корпус его сделан из пластика и металла. Передняя и задняя панели это пластик. Вверх это металлическая сетка и по корпусу также есть металлическое ребро усиления. С микрофоном в комплекте также поставляется и сама подставка. Она схожа с тем, что мы видели у квадкастов. Однако тут нет паука и микрофон тут крепится за счёт того, что плотно вставляется в саму подставку с помощью резинового кольца внутри. Это резиновое кольцо тоже как бы призвано гасить вибрации, хоть и не так хорошо, как паук, но всё же. Микрофон можно спокойно вытащить и опять же так же спокойно вставить. Помимо продольной регулировки наклона, подставка теперь имеет регулировку и поперечного наклона. Два угла в каждую сторону с 45 и 90 градусов. Приятная мелочь. У микрофона убрали регулировку направленности. Микрофон пишет с кардиоидной направленностью, а значит слышит хорошо то, что происходит перед ним. Основные технические характеристики следующие. Частота дискретизации до 48 кГц. Битрейт 16 бит. Частотная характеристика от 20 герц до 20 кГц. Длина комплектного USB Type-C кабеля 2 метра. Вес микрофона 261 грамм. Вес подставки 125 грамм. Полный вес с кабелем 430 грамм. У микрофона также осталась очень важная фишка, а именно сенсорная панель сверху, которая позволяет мьютить микрофон. Понять его состояние можно благодаря светодиоду на передней панельке. Светится красным значит пишет, не светится значит замьючен. Как вы знаете, с QuadCast'ами в комплекте идет переходничок для того, чтобы вы могли снять микрофон со стойки и прикрепить его к пантографу. С SoloCast'ом в комплекте кроме кабеля ничего не идет. Однако на дне микрофона реализовано сразу две основные резьбы для крепления, а именно 5 восьмых и 3 восьмых. Так что закрепить микрофончик на пантограф вы сможете. Но и скотч никто не отменял. Вот шутки шутками, но не раз я видел запатентованное народом скотчевое крепление микрофона к стойке. В этом мире, если вы вдруг не знали, нет ничего, чтобы не чинилось с помощью изоленты и скотча. Если что, то даже вот так можно было. А про микрофон я вообще молчу. Итак, на микрофоны мы с вами глянули. В целом-то, кого интересуют сухие цифры? Да никого. Какие бы ни были цифры, главное, как микрофон звучит. Так что давайте переходить к тестам микрофонов и далее к выводам. У QuadCast S имеется двузонная подсветка. Внутри установлены два светодиода. Один сверху, второй снизу. Вы можете настраивать подсветку каждого светодиода по отдельности или вместе. Все это делается через софт HyperX Ingenity, который находится в Windows Store. Скачать его можно, понятное дело, бесплатно, при том даже без регистрации. Помимо подсветки, в софте можно регулировать чувствительность микрофона, громкость заднего порта и громкость вашего голоса через этот самый порт. Если вы вдруг забыли, у QuadCast сзади, помимо порта подключения, есть порт 3,5 мм, через который вы можете подключить наушники. Также через этот порт вы сможете слышать себя для того, чтобы понимать, что слышит микрофон и не уходит ли ваш голос в перегруз. А также вы можете слышать все, что происходит на компе. Грубо говоря, микрофон можно использовать в качестве внешней звуковой карты. У SoloCast данного порта нет. Софтом поддерживается только QuadCast S, но если вы не хотите менять подсветку, то софт можно и вовсе не скачивать. Микрофон все равно будет адекватно работать. Итак, выводы. По выводам все просто. Есть два топовых микрофона в линейке HyperX. QuadCast и QuadCast S. Если вам нужен топовый микрофон с большим набором функций, то рассматривайте QuadCast. Если готовы потратить побольше денег и вам важен внешний вид, хотите, чтобы все было еще симпатичнее, берите QuadCast S. Если внешка не так важна и вы не из секты тайпсишников, то можете рассмотреть QuadCast обычный. В случае, если вам нужен просто хороший микрофон, с помощью которого вы будете общаться с друзьями, порой стримить и записывать видосики, вам не нужен выбор направленности, вы, так скажем, уважаете просто своих друзей и не хотите шипеть им в уши, то SoloCast ваш выбор. Простой, но годный микрофон, который не обладает набором фишек, которые не нужны среднестатистическому пользователю. При этом этот микрофон сохранил наиболее важные фишки старшей модельки. Как-то так я вижу эти микрофоны, возможно, ваше мнение расходится с моим, пишите в комментарии, обсудим. Ну а я желаю вам топовых девайсов, берегите себя и своих близких, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok